приветствую вас на канале дневник строителя в сегодняшнем выпуске вы увидите как мы будем устанавливать качественную и необычную дверь этот дом был построен из кирпича ручной формовки в чем разница кирпича ручной формовки от обычного фасадного кирпича у него совсем другие размеры в меньшую сторону если допустим стандартный размер кирпича 25 сантиметров длина 67 сантиметров высота того кирпича ручного формирования длина начинается от 20 сантиметров доходит до 22 высота начинается от 5 доходит до 6 до 6 с половиной причем все эти размеры могут быть перемешаны в одном полете соответственно связи с этим у нас получается нестандартная ширина дверного проема поэтому автоматически сюда приходится заказывать дверь мы не можем поехать в любой дверной магазин выбрать дверь которая нам подходит по бюджету и которая нам нравится и привести ее на дом и сделать монтаж соответственно тот кто строит дом из кирпича ручной формовки должен понимать что вы по-любому будете заказывать дверь под заказ и по-любому вы будете переплачивать деньги для начала я хочу вас познакомить с александром который является профессиональным монтажником входных дверей и принципе может под любой заказ и под любой бюджет подобрать дверь александр привет самый первый и простой вопрос это сколько лет ты занимаешься установкой входных дверей ну с этим годом уже будет 21 год 21 год только только в это только только в этой сфере то есть начиная от сервисника заканчивая уже монтажником и сам себе нарабатываю получается уже двери такого же плана то есть любую дверь могут сделать на заводе под человека под любой дизайн и под любой бюджет сегодняшний день потому что все мы понимаем бюджеты сейчас ограничены ну давай такой самый простой вопрос это наверное какая была самая интересная дверь в плане установки или в плане бюджета потому что мы видим в основном двери 30 40 50 тысяч входные а есть же и посерьезнее да самая такая была грандиозная дверь это было 720 килограмм это было дубовая дверь плюс металл получается двойка цена не было миллион тридцать пять размер не было получается 33 45 на 262 720 килограмм вопрос как вы и устанавливали нам помогли 8 человек плюс манипулятор ну и двоем и оставили трех ночи а восемь человек но у нас верной проем как как друг на друге на плечах есть видео на заводе и придвигал 22 человека ну дубовая дверь это понятно дуб дерево тяжелым там получается металл был там металл был двойка получается она была четырьмя петлями она была очень высокая два по огромных полотна плюс ковка тем более ковка выбирал сам клиент какой он захотел по стеклопакеты трехкамерные терморазрыв петли борт ну все должно быть и также как здесь была покрашена коробка снаружи бы коричневая внутри была белая под панель это конечно я стесняюсь спросить а сколько по времени шло на ее изготовление на изготовление на одном заводе на заводе единственно что на одном заводе дело собиралась дверь я лично и сам собирал всю сборку контролировать полностью вот это отвечал перед клиентами да это тоже очень важный момент когда человек отвечает за то что он делает далее по его получается дуб заказа на одном заводе прям так же я приехал поехал поешь короле нашел людей кто заниматься только дубом ничем больше другим именно у них заказали дуб один человек заниматься ковка у него ковку стеклопакеты то есть на разных предприятиях и собрали на одном то есть по сути опять же комплектующие ты покупал в разных местах с миру по нитке а в одном месте сборка и опять же это было не в ростове надо было ешь корола это был завод грань могу так сказать тоже такой хороший заводик прям и очень нравится то есть человек вы сами понимаете едет почти за две тысячи километров 1600 1600 чтобы собрать дверь и привезти сюда потому что он за нее отвечает и в первую очередь ты получаешь удовольствие правда как я своего рода от строительства домов ты от того что ты делаешь конечный результат не только финансовая составляющая мотивирует все я на самом деле его честно скажу я кайфует работы вот есть люди которые просто что-то делают это я это я знаю это зрители увидят да ну в среднем сколько дверей ты в год устанавливаешь ну а 300 до 400 дверей от 300 до 400 в среднем при бюджете наверно от 40 тысяч до но самое минимальное пусть 20-22 час вы будете даже за 20-22 тысячи этот чек может подобрать вам дверь то есть чтобы вы понимали если вы заедете а-ля леруа мерлен или кастараму не купите но там это будет просто мусор который гвоздем вы проткнете насквозь из фольги а тут как бы может человек собрать и этот момент нужно понимать в любом городе в котором вы находитесь я думаю можно найти человека который именно этой темой горит который не просто приедет проведет монтаж и возьмет с вас деньги за монтаж и установку правильно который именно подберет соберет то что будет работать годами потому что дверь входная в доме и дверь входная в квартире это огромная разница правильно как по промерзанию так и по солнечным лучам по дождю по снегу по всему остальному ну что с этим все понятно с монтажником нашим и установщиком вы теперь знакомы давайте теперь поговорим о нашей двери и покажем именно ту дверь которую сегодня мы будем устанавливать и давай начнем с элементарного вот наша входная дверь чем она вот какие основные параметры должны у нее быть в нашем регионе чтобы не было проблем какая здесь толщина металла 1 1 1 2 это терморазрыв именно настоящий терморазрыв который сделано же может внимание обратить что даже каждая часть которая прилегает по металлу к металлу там стоит пробочный получается элемент это первое второе сделан фольга изолон то есть для чего это зен для то что не было промерзание и продувание потом дальнейшем будем ставить увидеть как я запениваю поймете это о чем идет речь но это очень прекрасная штука самое важное что это терморазрыв то есть не будет никогда мостика холода то есть при промерзании со мной у нас бывает от минус 30 минус 40 минус само собой да это очень прям проблематично у всех людей проблемы идут у них начать капельки собираться течь конденсата не будет не будет в том случае если дом сырой допустим чистовая отделка штука только шпаклевка или стяжку залили конечно влага будет а так когда у вас дом полностью сухой с внутренней стороны никакой влаги не будет правильно да и когда плохая вытяжка тоже это очень важно у людей бывают моменты то по ушам вопрос такой начально на них по одному отверстию было мы крепим по три болта ничего это дело чтобы она не расшаталась когда поставишь один будет ход у уха так я блокирую подчаса двумя уже хода не будет все будет все жестко все красиво аккуратно лучше я стараюсь крепить так не середина и максимально вверху 2 потому что идет нагрузка наверх при открывании двери когда человек открывать и бросает забывает они там бьется дверка то есть момента разница пени вывернула с этим будет все прекрасно все хорошо умы когда устанавливали ручку я видел как смазывали болты чем мы называли литийовая смазка именно литий а для чего это нужно для чего я смазали тебя смазка ваш литий осмазка на первых пропитывает металл она создает саму пленку и не никогда не будет ни жаждачу и всегда можно будет открутить эту ручку в любом случае я приехал и открутил новом на замену либо то есть демонтажа и так же механизм ручки мы смазываем всегда сейчас данными потом буду показывать разберу цилиндр все смажу опять же все механизмы все будет смазать литий осмазкой чтобы вы понимали это внутренняя часть двери наружную мы вам сейчас покажем по утеплению вот это тоже немаловажный момент потому что у нас половина дверей если утеплены то непонятно чем как кстати и половина крыш наших домов которые построены но это туда отсылка дальше что здесь за утеплитель использовал здесь внутри получается идет фольга зон как вы сейчас данный момент видите потом идет у них пеноплекс оранжевый пятерочка пеноплекс я так понимаю просто создает максимально эффект термоса да 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 термоса потом базальтовая плита вот и самого утеплитель плитный плитный толщина его минимальная наверно пятерка ну туда больше просто не запихнешь но опять же смотрите все которые делают двери терморазрыв они делают сюда все двери без ребер жесткости внутри я этого избегая всегда делаю ребро жесткости по одной причине потому что двери тяжелый то есть если например взять любую сейчас дверь который вы увидите терморазрыв она будет без рига так ну сколько вот час эта дверь весят двести килограмм дверь но без ребер жесткости по любому она же в дальнейшем геометрия нарушить любой терморона начнет скрипеть на скорее сели не никуда держатом разрыв любая дверь они не кладут ребра жесткости якобы будет промерзать как они объяснять а типа у них пусто но этот завод этот завод делает вот так он кладет фольга изолон то есть у них нету примыкания металла к металлу то есть получается они внутри коробка идет вот когда она раскрыта до ведут ребра жесткости и видео зали все залито и по ним уже после того как они залили укладываются утеплителя собирается дверь то есть они своего рода просто делают разрыв делаю гидроизоляцию и все и дверь получается надежная жесткая крепкая над со временем не просядет форму свою не потеряет петли я стараюсь покупать сюда секюреме италию потому что ну реально сколько не правило петли у них нет хода то есть они работают работают и работают по 5 по 10 лет у них стоят все как при советском союзе хорошие панель стараемся делать два варианта либо шпон либо крашеным но только не пленку сразу говорю это самое важно пленка со временем из чек открывает ее особенно ну в летнюю погодку прекрасно там 15-20 градусов тепла вернее солнце будет нагревает пленочка пленка начинает сдуваться натягиваться и трескаться здесь этого же не будет и в дальнейшем просто это просто приходится демонтировать панель демонтировать меня это очень программа это уже по сути если дверь стоит тысяч сорок пятьдесят это пол стоимости двери просто улетают панель до 1015 работа разобрать же монтаж это что же будет не тысячу рублей стоит соответственно получается либо вам просто всегда смотреть на убитую панель ну и жить с этим либо или жить с этим которая будет вашему новому ремонту ну как бы не очень здесь крашеная панель данный момент крашена подрал по цвету дерево какое отец не деретесь мдф мдф 20 вамими покрашены покрашены мдф но пропитанный то есть в дальнейшем он никуда ничего чего и все будет прекрасно все будет хорошо потом еще такую особенность я всегда стараюсь делать вот это то декоративный порог вот мало кто любит делать потому что этот ну как бы проблематично дорого ему из какого металла сделан он не из металла это нержавейка а живи к она просто гнута и все это получается пройдет 15 лет она не сгнил будет хорошо день до обычный порог получается просто зашелхать и более белого цвета где же вы сами видите что тут плачет данная красную то сейчас мы покажем то есть внутри мы делаем коробку белого цвета под панель белый наличник это по дизайну и будет дверь красного цвета сам самый интересный момент сейчас впереди когда мы ее разверну там будет уже поинтереснее один немаловажный моментик я всегда на все двери стараюсь ставить получается сувальдный замок плюс цилиндрический либо здесь получается сейчас на данный момент убрали сувальдный поставить цилиндрический да мне у меня могут поругать сказать это мостик холода это плохо как бы ну это не должно такого быть ответствий в двери больше да 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 получается да но я почему это не делаю потому что вот такой ключ человеку носить в кармане в сумке это неудобно а тем более будет два тем более будет они одинакового типа то есть это очень проблематично поэтому ставим цилиндров на котором будет аккуратненьким вот такой маленький ключик который всегда можно взять и в карман положить и ключам по весе как бы удобно как бы вот такое то как бы сказать такая тонкость которая приходит со временем когда уже люди начинают эксплуатировать эту дверь и сталкиваются с проблемам ключей ну вроде бы ключ да по факту его так особенно в теплое время года ты получается только в сумку его закидывать еще один самый важный момент для двери для частного дома как я считаю это размер коробки коробка должна быть ну приблизительно в данный момент у нас 16 сантиметров ширина ширина именно ширина коробки 15 сантиметров а в основном бывает 8 9 10 и кричат что этого это все будет хорошо промежать не будет но это я я в это не для входной двери для частного сектора и 89 и меньше это не входная дверь уличная это квартирный вариант правильно а вот допустим если вот у нашем случае 15 сантиметров правильно до ширина а вообще стандарт от десяти или от скольки начать у 12 то есть все что меньше 12 это уже большой в это уже квартирный делайте выводы сейчас мы установили дверь в дверной проем и александр самая первая мы ее расклинивали с помощью деревянных подложек брусочков для чего мы это делали смотрите если этого не сделать то дверь со временем может просто просесть почему же играет дом человек наступает разные там моменты которые могут за счет того что на растения и уже не поведет а тем более мы на пластинах пластины находятся вдалеке от самой коробки то есть не через коробку то есть они тоже играют то есть она может право лево очи на них ходить поэтому раскрыли и она стоит жесткости а если за место дерева допустим использовать металлическую трубу мы просто когда будем забивать она получается коробка погнется и так же коробка выдвинуться то есть дерево это мягкий материал это своего рода деформационный шов как я делаю на отмостке когда я показываю видео о изготовлении отмостки и я укладываю деформационные швы бетон расширяется сужается и при этом нету трещин примерно здесь смысл такой только дверь у нас не расширяется и сужается а просто естественная осадка только что построенного дома чтобы дверь не опять же не деформировала получать и для этого именно используется дерево да сейчас получается ты засверлил уже она выставлена по уровню еще не засверлил она просто если она брусочкость она распёрта получается поставили под каждое ушко поставили также мы брусочек для того чтобы не утянуть коробку когда мы будем ставить на пластинах то есть все сейчас астана к забориться и установите сюда на стоит в идеале замок позову его смазывали зачем замок я смазываю опять же литиевая смазка то что там есть механизмы которые в любом случае не смаза не заводом не заводом взготовительным никто делает замок то есть мы это динка для себя же чтобы все было прекрасно все работало как по маслу есть такая поговорка вот замочек роторный в чем плюс-то роторного замка то есть когда я кручу ключик если эту щелчка то есть проходит имя ставит механизмы как шестереночки ротор все вот даю все в чем преимущество еще это огромная замка когда вы закрыли замочек нажимайте на ручку защелка уже не работает то есть как многих женщин привычка закрыть дернуть ее сбить замочек заклинивает то есть напрягается и того же делать нельзя здесь такое не произойдет если закрыли то есть она будет не до 1 поставил все уже второе преимущество когда вы ключом человек походит сумка чтобы не нажать на ручку можете ключом просто провернуть и открыть защелку с улицы с улицы да это очень удовольствие стороны уже сама вертушку и все получается он работает да это настоящий терморазрыв чем не нравится во первых виде коробка идет снаружи красным цветом внутри она белого это получается лента именно не нравится что резинного что она перекрывает и терморазрыв как у других любого производителя идет пластик его видно это не красиво здесь все закрыто терморазрыв находится под этим уплотнителем то есть специальная резиночка которая перекрывает его его не видно это очень красивая но По дизайну мне очень это нравится. Далее. В этой двери установлены 3 контур-воплотнителя. И они именно настоящие. Это настоящая резина. То есть это не клееная резина, как мы привыкли покупать. То есть она не порвется через полюс. С ней все хорошо, как автомобильная резина. Здесь установлены магнитный контур-воплотнитель, который как на холодильник эффект. Вот он натягивается. То есть в чем преимущество его? То есть если не закрыли дверь, в любом случае дуть с ней не будет. То есть получается дверь закрыли, резинка магнитами к раме приклеилась и никаких сквозняков, теплопотерь и летом, когда жара, опять же теплый воздух не попадает сюда, потому что дверь металлическая, она в любом случае тоже нагревается. И эти магниты, они эффективны в принципе. И еще и холодильника. Нет, я имею в виду долгосрочная их служба. Как и на холодильнике. Они может быть там через 10-15 лет будут не так сильно магнититься, но все равно они будут работать в любом случае. Вот этот момент тоже элементарно. А дверь входная, в ней установлены магниты. В квартирных дверях, ну, вряд ли, где-то кто-то их когда-то установил. Редко, редко, редко. Еще такая маленькая мелочь, которая, как бы, для меня это очень важно на самом деле. Когда закрывается дверка, у всех дверей вот этот отбойничек не ставится. То есть отбивается краска. То есть со временем, сейчас даже, видите, все, здесь вот мы ставим отбойничек под экцентрик. То есть для чего? Что, во-первых, трения не будет, и не будет удара, и не будет сбиваться краска. Александр, давайте объясним зрителям, почему в пластины дюбеля мы закручивали один в самый низ, другой вверх, а не по прямой. Потому что, в принципе, пластин количество у нас хорошее, установлены они правильно, дверь расклинена. И, соответственно, что с ней может быть? Для чего это сделано? Ну, смотрите, первое, я всегда стараюсь сделать в краю. Это первое, для того, чтобы зафиксировать. Второе, фиксирует уже именно само движение коробки. Потому что, если поставят на один, то есть коробку можно будет двигать. Даже если она расперта, все равно у нее есть ход. Если мы поставим по одному, по прямой, она будет двигаться. Вот в этом направлении. Ну, не двигаться, а вибрировать. Да, а так, получается, ее просто фиксируют. То есть ухо натягиваю, и после этого она в крепежную пластинку. После этого вы ее с места не сдвинете. То есть это считается монтаж самый, наверное, правильный. Ну, это самый правильный, да. Надежный, потому что она и вверх, и вниз. Да, она в распоре находится, именно сама пластинка. Вопрос второй по запениванию. Опять же, наносился слой раз, и наносился слой два. Ну, когда мы, к примеру, заливаем наши фундаменты леточные, я знаю, для чего мы это делаем. Нам нужно провибрировать бетон, чтобы было меньше пусток. Пена, это же не бетон, она же расширяется и вроде герметично все забивает. Зачем мы делаем это в два слоя? Ну, смотрите, первое, это у нас коробка 16 сантиметров, и там идет наличник. Так как у вас декоративный кирпич, наличник не плотно прилегает к нему. Есть места, где получаются изозорчики небольшие, все. Если, например, наклеить фум-ленту, которая расширится, она не перекроет изозоры в любом случае. Поэтому первый слой я стараюсь делать под наличник, для того, чтобы перекрыть, получается, поток холодного воздуха с той стороны, чтобы не выходить через коробку, через замковую часть, ну, все, мы об этом забыли. И второй слой делаю изнутри, но между двумя прослойками пены там воздушная подушка, чтобы, получается, было разрежение воздуха, холодного воздуха. А, то есть даже между двумя слоями пены у тебя идет своего рода вензазор. Ну, грубо говоря, то есть, и вот этот весь перепад температуры остается там не здесь, не наружу, естественно, лед, а именно все там. Сейчас мы полностью завершили монтаж нашей прекрасной и необычной двери. Вы оцените ее состояние с внешней стороны дома, но я хочу сейчас поговорить, опять же, о ее характеристиках. Александр, как она красилась? По какому принципу какая краска использовалась? Ну, первое, здесь находится металл 1.8, с него делают все вот эти, получается, декоративные элементы, это раз. Потом перед покраской, получается, ее грунтовали. Грунтовали именно настоящая грунтовка, не как, ну, некоторые заводы рассказывают, что мы грунтуем. На самом деле это просто берется бушная краска. Обезжириватель какой-нибудь, да? Нет, бушная краска не засыпается и красится для того, чтобы... Здесь именно грунтовка, она голубого цвета, красивая все, как должно быть. Тоже, а ведь дверь не будет. И потом наносился 4 раза слой краски. Пулевизатора, да? Пулевизатора, да. И в печи, получается, при градусах, не помню, сколько, ну, 40 градусов, получается, запекалась полностью эта дверь. То есть, наносился первый слой, второй слой, третий слой, четвертый слой. То есть, это как автомобиль. Точно, никакая коррозия, никакая ржавчина на этой двери не появится. Ну, единственное, опять же, солнце у нас будет попадать, конечно же, с годами она может запылиться, может выгореть. То есть, от этого никуда не уйдешь. Сами знаете, машины по 15-20 миллионов, проходит год, один сезон, и все равно она уже забивается. Дверь же никто полировать не будет, правильно? Ну, никому не нужно. Наличник сделать очень тяжело другого цвета, по одной причине, потому что это единая часть коробка. То есть, люди постарались для меня, то есть, наличник сделали отдельно. То есть, он прикручен, тоже есть фотографии, потом это все выставим. То есть, это отдельная часть, вообще отдельный элемент. То есть, вот тут вырезался, все делается, по каждому элементу, все. Потом он прикручивался и красился, получается, тоже краска, которая изнутри. Ну, наличник здесь изначально был такой заказ, потому что он именно подчеркивает ее. И если бы он был просто красный, он бы банально сливался с дверью, сливался с домом, и не было бы того эффекта. А так вы можете сами все оценить. Просто люди будут задавать вопросы, как будет работать резинка, как она будет держать воздух. Вот, я сейчас просто составляю простой листочек, закрываю дверку и прошу Евгения его вытащить. Это называется притвор. То есть, зрители, я думаю, вы теперь подробно понимаете, как работают магниты, что такое настоящая уличная дверь и что такое дверь герметичная. А теперь, после монтажа, я хочу показать, как работает именно замочек. Дверка закрывается очень легко, небольшой хлопочек. Вы сами видите, то есть, я даже никаких усилий не делал. Нажали, вы открыли, одним пальчиком я закрываю. Вот это самое интересное, что я закрыл, и ручка после этого мне не работает. То есть, сбить защелку я не могу. То есть, дверь будет всегда стоять у вас жесткостью, и будет всегда работать уплотнителем в любом положении. Давайте теперь разберем декор этой двери. И на самом деле, те элементы, которые делают эту дверь буквально не банальной, и благодаря которой эта дверь отличается от многих других, которые можно сегодня не то что увидеть на построенных домах, А в целом, в интернете таких дверей немного, вы, думаю, сами это понимаете. Первый вопрос, это непосредственно отбойник. Из чего он сделан? Отбойник сделан из простого металла 1.8, так же, как и создана дверь. Но его, получается, пескоструили перед тем, как покрасить. Потом обработали его цинком. И потом также обработали черной краской, которая идет для ворот и всего-всего-всего остального. Именно уличного. И потом это самая патина наносил сам именно человек, ковщик. Именно это была уже ручная. Это все ручная работа. Вот этот порожек, да, он не просто у нас же, правильно, как бы такой красивый элемент, который делает дверь не банальной. То есть по нему прям можно стучать ногами, и никак это на качестве двери не отразится. Нет, нет, никак. Отлично. И главное, что брызги отражают. Вопрос по стучалу. Стучало у нас, получается, тоже металлическое. Оно у нас интересное, опять же, не банальное, но из какого металла сделано вообще в целом? Толщина металла и покраска, все проходило по принципу, как и по отбонике. Металл здесь 1,2, насколько я знаю, это, получается, именно настоящее все, это не пустое. То есть это полнотелое кольцо, которое не разломается никуда не видно. Да, не разломается, ничего с ним не будет, оно прям весит очень прекрасно. А металл здесь 1,2. Все отверстия, получается, тоже та же. После покраски это все ставилось. Ну, естественно. Да, люди, получается, на заводе мне делали, как я просил очень сильно, чтобы они это все смазывали. Там все смазано, получается. То есть все вот эти шурупы, которые вот видно, которые на виду, и которые крепят непосредственно саму стучало к двери, они все промазаны, то есть они в дальнейшем не поржавеют, эта ржавчина не потечет по двери, это все предусмотрено. Да, да. То есть до мелочей, как говорится. Ну, как бы да. Уважаемые зрители, если у вас остались какие-либо вопросы, конечно же, задавайте их в комментариях. Максимально поможем каждому из вас. Надеюсь, за проделанную работу Александра и за его полезные советы вы как минимум поставите лайк под этим видео. А я, в свою очередь, рассчитываю на подписку на мой YouTube-канал. Тем самым вы больше мотивируете меня к тому, чтобы я снимал выпуски, делился своим опытом с вами. Поэтому, уважаемые зрители, пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал. На сегодня я буду с вами прощаться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok